От зеленоглазого такси к зеленому шуму. От этих звуков не болит голова, наоборот, расцветает душа. Молодежный фестиваль искусств проходит в Югре уже в седьмой раз. Это удивительная возможность увидеть зарождение будущих звезд. Впрочем, начинающие не значит неопытные. Выступают лауреаты международного конкурса «Щелкунчик», а минитые наставники передают опыт. В этом году в Югру приехал Николай Соскоридзе и Академия русского балета имени Вагановой. О том, что еще несет зеленый шум в собой в Югре, расскажет Елена Каткова. Батман Релеволян, Гранд Плие Кабриоль. Для непосвященных это набор непонятных слов. А вот для ценителей русского балета, а уж тем более для выпускников Академии имени Вагановой, это название танцевальных элементов, которые у них от зубов, точнее от ног, отскакивают с легкостью и точностью. 50 выпускников престижной Академии под руководством знаменитого итальянского преподавателя классического танца «Фитона Меоце» дают мастер-класс. И это несмотря на плотный график и предстоящие экзамены. Такого на югорской сцене еще не было. Дорога не ближняя. Дети ехали достаточно долго, потому что им из Питерина надо доехать до Москвы, потому что мы с Москвой сюда. Я, как человек, который организовывал уже очень много событий, прекрасно понимаю, с какими трудностями и финансовыми расходами вам пришлось всем столкнуться, кто это организовывает. Потому что я вас хочу с этим поздравить, что вы это усилили. Потому что вести просто взрослых людей – это одно, вести детей – это гораздо сложнее и гораздо ответственнее. Фестиваль «Зеленый шум» уже вырос в международный проект, благодаря которому талантливая молодежь Югры может познакомиться с музыкантами из разных уголков мира. Вот уже седьмой год подряд «Зеленый шум» фестиваля только усиливается. Седьмой фестиваль такой счастливый, такая мощная программа и в Сургуте, и в Ханты-Мансийске, и в других городах Югры. С чем я вас и всех поздравляю, я думаю, что вот те тысячи югорчан, которые будут нашими зрителями, нашими друзьями во время фестиваля, безусловно, дадут еще новый импульс развитию этого такого необходимого, молодежного, я еще раз подчеркиваю, молодежного международного фестиваля. Без смены президент и МУЗа фестиваля заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, которую уже всерьез называют сургутянкой, находит таланты на севере и помогает им поступить в лучшие учебные заведения страны. Огромная гордость за то, что мы каждый год достигаем каких-то новых вершин. То, что вот сегодня с нами Вагановка, в лице Николая Максимовича, и то, что это вообще великая школа, это у меня вызывает настоящие мурашки, потому что, ну, не думала, что это возможно, но иногда мечты сбываются, и на зеленом шуме они сбываются чаще, чем когда бы то ни было. О том, что зеленый шум — это уже не просто фестиваль, а творческий бренд Югры, и отличная стартовая площадка не понаслышке знает и сургутянин Владислав Пучков, лауреат всероссийских и международных конкурсов, он виртуозно играет на фортепиано. Настолько, что теперь он студент музыкального училища при Московской консерватории имени Чайковского в планах поступить в саму консерваторию. Этот инструмент привлек меня тем, что ему не требуются никакие другие инструменты для того, чтобы полностью раскрыться. Если иногда скрипка, например, внуждается в том, чтобы ему аккомпанировал рояль, то фортепиано может быть сольным. За кулисье — репетиция перед концертом. Гость и участник фестиваля Александр Зиятов. Он выступает в составе ансамбля солистов «Премьера». Играет на скрипке всю свою жизнь. Для него это уже не просто инструмент, а проводник в тонкий потусторонний мир искусства. В процессе занятий ты постоянно размышляешь над этим, и тебе открывается нечто большее, чем просто звук, чем человеческие эмоции, даже что-то выше. И вот когда произведение сделано, когда все созрело, ты это играешь на сцене, и люди, знаю, уходят в другое измерение. В другое измерение вместе с сургутянами смогут отправиться жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Буквально через несколько дней фестиваль зашумит и в этих городах округа, принося с собой весну и новые талантливые имена из мира искусства. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше, чем новости».